всем привет сегодня я расскажу как вязать вот такие вот замечательные пушистые варежки и здесь я ни в коем случае не претендую на авторство потому что такие варежки вязали наши прабабушки нашим бабушкам это потом начали их называть индийский клин анатомический палец а бабушка говорила просто чтобы было удобно вот такой пальчик варежки я вязала на себя у меня обхват запястья 18 сантиметров и самая широкая часть ладони 19 сантиметров но вот у дочери крупнее рука и варежки и тоже в пору потому что они все-таки тянутся и тут как бы плюс минус 2 сантиметра это не имеет большого значения вязала я пряжей в два сложения махер классик от ализе и у меня осталось наверное около 20 грамм вот от матка что осталось манжета у меня связан пряжей сапфир она немножко потоньше чем махер это же я вязала в две нити причем я не меняла спицы спицы у меня три с половиной за счет того что резиночка здесь перекрученная ну получилось так что мне и не надо было менять обычно как вяжут манжетку поменьше размером саму основную варежку побольше я ничего не меняла варежка у меня достаточно глубокая по аппликациям я дам ссылочку под видео пожалуйста если заинтересовались можете посмотреть и вот по этим оленям которые у меня тут выглядывают тоже дам ссылочку получается вот такой подарочный комплект я хочу сказать что такие варежки с разными аппликациями на новогодние праздники к горячие пирожки улетучиваются поэтому возьмите себе на заметочку кто вяжет на продажу на заказы ну и приступим к вязанию пряжей сапфир 2 сложения нужно набрать для меня 33 петли значит я набираю на 3 спицы 8 петель и на четвертую набираю 9 петель первая двойная петля мы ее считаем как 2 2 3 4 5 6 7 8 на следующий день спицы тоже набираем по 8 и на четвертую набираю 9 петель теперь чтобы замкнуть их круг эту петлю с левой спицы которая у меня в работе сейчас будет нужно перекинуть на эту спицу на который вот набор закончился у меня и вот у меня две теперь петли и теперь вторую петлю я пропускаю снимаю как бы со спицы вот так подтягиваю и эту петлю возвращаю на спицу теперь у нас на каждой спице по 8 петель первый ряд вяжем резинкой 2 на 2 2 петли лицевые 2 петли изнаночные вот эти вот протяжки которые у нас оказались между спицами ни в коем случае не провязываем их снимаем провязываем только петли разворачивая петли не делаем их перекрещенные разворачивая окошком провязывая это у нас был первый ряд и теперь нужно провязать еще два ряда вот такой резинкой 2 на 3 ряда еще резинкой чтобы у нас всего получилось 4 ряда провязываем еще три ряда резинкой 2 на 2 провязала резинку 2 на 2 4 ряда и теперь лицевые петли вот эти вот я буду вязать перекрещенные с наклоном вправо сначала я поменяю их местами прихватываю вторую петлю аккуратненько эту петлю снимаю надеваю первую теперь надеваю вторую я их поменяла местами и буду провязывать как обычно тоже лицевыми петлями изнаночные петли оставляю как есть просто их провязываю снова меняю местами сначала у меня на спице вторая петля потом первая поменяла местами и провязываю обычно лицевыми петлями и так продолжаю до конца ряда изнаночные петли провязываем изнаночные лицевые петли меняем местами сначала провязываем вторую петлю затем провязываем первую петлю перекрестили все лицевые петли это и красиво и резиночка сама будет по плотнее с таким узором так как я спицей не меняю поэтому мне эта резинка очень подходит и следующие шесть рядов также вяжем резинкой 2 на 2 2 лицевые 2 изнаночные 6 рядов 6 рядов провязаны теперь снова вижу ряд с перекрещенными лицевыми петлями точно также сначала я их поменяла местами и теперь провязываю лицевыми петлями как обычно снова меняю местами и провязываю лицевыми петлями и так до конца ряда следующие четыре ряда провязываем резинкой 2 на 2 2 лицевые 2 изнаночные вяжем 4 ряда теперь нужно провязать ряд только лицевыми петлями все петли у нас лицевые теперь я поменяю пряжу уже на основную у меня мохер классик от ализе пряжа в два сложения одну ниточку я беру от клубка а другую ниточку я беру от середины клубка вот вытащила в два сложения и буду теперь вязать уже этой пряжей мне нужно провязать 5 рядов хвостик оставляю подлиннее чтобы у меня потом нигде не выскочил и провязываю 5 рядов лицевыми петлями теперь я ниточку которую вязала манжет обрежу ее можно было и раньше обрезать но сделаю это сейчас здесь это все на узелок и вот до этого ряда обе варежки вяжутся одинаково сейчас мы будем вязать правую варежку будем вывязывать это вот широкое место я надену я люблю что поглубже было варежка теперь вот у меня идет на увеличение вязания и будем провязывать дальше варежку уже и нам понадобится наверно маркер выключи итак у меня правая варежка и теперь мы будем делать прибавление для того чтобы провязать вот эту вот широкую часть я провязываю 11 петель восемь девять десять одиннадцать навешиваю маркер и после маркера мне нужно сделать прибавку это может быть прибавка из протяжки перекрещенная петля надеваем провязываем я буду делать вот такие вот я накидываю дополнительную петлю после маркера потуже и и и теперь до конца ряда по кругу провязываю просто одними лицевыми следующий ряд без прибавок то есть мы все провязываем петли получается что мы чередуем прибавки мне нужно всего сделать 9 прибавок я чередую вот этот ряд у меня был который я провязала с при бабочкой значит следующий ряд я вижу без прибавки также провязываю петли лицевыми до маркера перекидываю маркер теперь за заднюю стеночку провязываю лицевую у у меня добавилась петля этот ряд у меня идет просто одними лицевыми без прибавок следующем ряду мы снова будем делать при бабочку и так будем продолжать пока у нас не получится 9 прибавок чтобы мы потом смогли вывязать пальчик ряд у меня окончен снова я провязываю 11 петель на эти спицы у меня 8 9 10 11 перекидываю маркер и снова накидываю дополнительную петлю делаю то есть прибавляем мы все время здесь после маркера слева от маркера и дальше провязываем все петли лицевыми следующий ряд у нас будет без прибавок просто провязываем все петли лицевыми и также тот накид который мы сейчас сделали это дополнительная петля мы и провязываем за заднюю стеночку чтобы она у нас была перекрещенная чтобы там не образовалась дырки этот ряд вот у меня без прибавок просто лицевыми также с первой спицы я провязываю все петли провязываю здесь 3 петли маркер вот она у меня это дополнительная петля за заднюю стенку я ее провязываю и дальше по кругу до конца ряда следующий ряд снова буду накидывать петлю с вами сейчас я провязала 2 петли вот они а надо 9 вяжем встретимся когда будут провязаны все 9 петель дополнительных я сделала 9 прибавок последний ряд у меня было лицевыми и если пересчитать от моего маркера то здесь у меня на 2 спицы 14 петель образовалась теперь мы будем делать вывязывать пальчик сначала провязываем 2 петли 1 спицы теперь 9 петель то есть все петли до маркера те которые у нас на первой спице и 3 петли которые у нас были до маркера нужно куда-то переснять переснять можно на какую дополнительную спицу можно на ниточку все эти петли нужно нам пересня 9 штук 1 2 3 4 5 6 7 8 9 маркер уже можно убрать он нам не понадобится я пересниму это на ниточку пересняла на нитку пусть пока они здесь у меня болтаются теперь я делаю две дополнительные петли на эту спицу 1 2 и со второй спицы провязываю 6 петель 1 2 3 4 5 6 и теперь вяжем по кругу этот ряд просто одними лицевыми петлями то есть теперь у нас на 3 спицах получится по 8 петель мы просто провязываем следующий ряд провязываем у нас на этой спицы она теперь у нас 1 10 петель провязываем 2 петли те дополнительные петли которые мы делали за задние полустенки провязываем лицевыми перекрещенные вяжем и следующую петлю тоже провязываем это вот 5 у меня петля тоже провязываем перекрещенной петлей вот так и дальше уже до конца ряда просто провязываем лицевыми петлями как обычно следующий ряд который вот мы делали на провязали лицевыми петлями наши дополнительные петли теперь эти петли надо сократить мы будем сокращать следующим образом вот одну мы петлю провязываем лицевой теперь две петли нам нужно провязать вместе с наклоном влево петлю снимаю провязываю вторую петлю и эту петлю сюда пропускаю а следующие две петли с наклоном вправо то есть нам нужно их просто провязать вместе с этой стороны вот так и теперь ряд уже провязываем до конца как положено просто лицевыми петлями и и вот у нас теперь на каждой спице снова по 8 петель и теперь нужно вязать на ту длину которая нам нужно вот что у нас получилось вот так теперь я буду вязать на длину просто по кругу без изменений теперь на длину вот пальчик она своего вот этого я провязала ряды до закрытия указательного пальчика вот у меня если считать по пряжи вот по махеру по светлой от начала манжета у меня получилось 50 рядов теперь мы будем сокращать сокращаем это у меня внутренняя часть следующим образом провязываем одну петлю следующие две петли нужно провязать с наклоном вправо прихватываем 2 петли провязываем 1 и все петли просто провязываем с этой спицы лицевыми петлями вторая спица провязываем пока у нас не останется 3 петли 5 петель провязываем просто эти петли 2 нам нужно провязать с наклоном влево вот я сейчас их переверну и провяжу с наклоном влево 2 петли и эту последнюю петлю просто провязываем как обычно лицевой у нас сейчас вот так вот пойдут конуса сюда треугольником сокращения переворачиваем снова провязываем одну петлю следующие две петли с наклоном вправо и все эти пять петель которые на спицы просто провязываем лицевыми здесь провязываем пока у нас не останется 3 петли на спице у нас их 8 значит провязываем 5 эти провязываем с наклоном влево перевернула провязываю одной петлей и следующую крайнюю петлю провязываю просто лицевой и так надо провязывать все время провязывая первую петлю лицевой на первой спице и здесь не крайнюю провязывая с наклоном влево а 2 до крайней петли то есть крайние петли у нас просто всегда провязывается лицевой здесь я провязала вот одну теперь я провязываю с наклоном вправо и 4 петли с этой спицы просто провязываю лицевыми на этой спице провязываю пока у меня не останется 3 петли это вторая спица переворачиваю петли и провязываю с наклоном влево крайние петли мы провязываем просто лицевыми перевернула лицевая делаем убавку провязываем две петли с наклоном вправо провязываем остальные петли с этой спицы здесь провязываем пока у нас не останется 3 петли то есть 4 мы провязываем две петли эти переворачиваем и провязываем вместе с наклоном влево и последнюю просто провязываем лицевой и так продолжаем пока у нас на каждой спице не окажется по 2 петли 1 крайняя и 1 вот с убавкой на каждой спице у нас должно оказаться по 2 петли вот у меня по 2 петли на каждой спице всего их 8 и теперь я протяну ниточку рабочую через все эти петли можно крючком можно обрезать и вставить в иголку протянуть неважно как нам нужно просто если эти петли стянуть теперь с каждая спица ниточку обрежу вытягиваю со всеми и спрячу во внутрь и рукавички хорошенечко подтягиваю и здесь где-то вот за петли сделаю воздушную петлю можно немножечко протянуть прихватывая петли так этого достаточно вот так вот аккуратненько у нас получилось теперь будем вязать пальчик те петли которые мы откладывали на вспомогательную ниточку нужно аккуратненько переснять на спицу здесь у нас 9 петель переснимаем теперь мне нужно по краю добрать 4 петли 2 петли по бокам от спицы и 2 петли вот здесь вот вот в этом месте поднимаю петли из протяжек вот раз два три ну вот четвертая наверное у меня будет вот это вот скрещенная вот вот это крайняя но я ее скрещенное провяжу 4 у меня здесь сейчас 13 петель 9 которые у меня были на ниточке и 4 я добрала вязать будем на трех спицах по длине и хвостик оставляю провязываю начиная с той спицы вот где у нас 9 петель провязываю 5 петель 4 петли на вторую спицу и вот 4 петли у меня на третьей спице и эти петли я буду вязать которые вот добрала буду вязать скрещенными чтоб там поменьше у меня дырочки были раз вот перекрыть переворачиваю 2 снова переворачиваю 3 и это вот который у меня вытянутая такая получилась я ее тоже провязываю скрещенной 4 и теперь нужно вязать на длину нашего большого пальчика сейчас я провяжу следующий ряд это вот у меня был первый ряд сейчас я провяжу 2 примерю и покажу до каких пор нужно вязать буду провязывать столько рядов и чтобы у меня был закрытый пальчик и вот еще вытянутая у меня последняя здесь петля получилось не очень удачно я прихватила наборную последнюю петлю и ничего страшного вот у меня длинная ниточка после того как я закрою весь пальчик я покажу как эту дырочку затянуть поэтому оставляйте этот хвостик по длине и провязываем пока не закроется пальчик я провязала 16 рядов и теперь буду сокращать этот пальчик мне нужно провязать 6 раз по 2 петли с наклоном вправо так лучше петли укладываются провязываем 6 раз по 2 петли вместе и одна петля у нас без пары мы ее просто провязываем в следующем ряду снова будем делать сокращение будем также провязывать по 2 петли вместе и одна петля у нас без пары то есть получается делаем 3 убавки и одну петлю просто провязываем лицевой с наклоном вправо у нас 4 петли оставилось и теперь нужно эти петли просто стянуть точно так же как мы стягивали вот кончик варежки сразу обрежу и протянуть через все эти петли ниточку стягивая потужу и туда во внутрь пальчика убирая и там уже внутри на узел закрепить и правая варежка у нас почти готова мы будем убирать здесь вот этот огрех вот у меня здесь не очень красиво получилось я сейчас варежку надену на другую руку потому что правую мне все-таки рабочие вот у меня длинный этот хвостик и теперь я протяну через петли прихватывая как бы прошивая этим хвостиком сокращаю дырочку вот здесь у меня все нормально здесь это постирается потянется теперь я спрячу во внутрь варежки и там зафиксирую эту ниточку то есть а если здесь у вас где-то не очень красиво получилось точно также можно из петли в петлю протянуть вот эту вот ниточку и прикрыть отверстие которые не удалось хорошо стянуть мой правая варежка будет готова вот хвостик надо будет спрятать во внутрь тоже не будем вязать левую варежку здесь вот я его зафиксируя и немножко протяну чтобы у меня не где-то мне вылез потом некрасивым хвостом не аккуратно просто оплетая дорожку из лицевых вот петель вот так и обрежу здесь хвосты тоже подрезать я провязала манжет и 5 рядов левой варежки теперь мы тоже будем для пальчика делать прибавки для вот этой широкой стороны теперь нам нужно вот у нас первая спица мы провязываем 5 петель делаем дополнительную петлю ставим маркер и остальные все петли провязываем лицевыми до конца ряда если для правой варежки мы делали дополнительные петли за маркером то теперь мы будем делать дополнительные петли перед маркером точно также чередуя ряды если я делала дополнительную петлю в прошлом ряду то теперь я провязываю просто лицевыми точно также провязывая все петли и эту дополнительную петлю провязывая также за заднюю стеночку перекидываю маркер до конца ряда провязываю просто лицевыми петлями без всяких изменений следующем ряду мне снова нужно сделать дополнительную петлю я провязываю все петли до маркера снова делаю дополнительную петлю перекидываю маркер и провязываю петля за петлей до конца ряда все петли и так я буду чередовать ряды пока у меня справа от маркера не получится 14 петель вяжем я сделала 9 дополнительных петель у меня справа от маркера 14 петель я их провязываю одна за другой до маркера все петли 14 штук маркер убираю и теперь следующие 9 петель вот эти я переснимаю на ниточку вспомогательную здесь у меня 3 петли и 6 петель этих 2 петли у меня остаются на крючке на спице делаю две дополнительные петли и провязываю две оставшиеся петли на спице и теперь до конца ряда провязываем у нас здесь две спицы на них по 8 петель мы провязываем 16 петель до конца ряда просто петля за петлей у нас в работе получилось 3 спицы на 1 18 петель на других 2 по 8 провязываем 8 петель петель и 10 петель провязываем на другую спицу 1 2 3 4 5 шестую провязываем перекрещенной петлей 2 дополнительные петли которые мы вязали за задние стенки тоже скрещенными вяжем и две петли как обычно и следующие две спицы просто провязываем петля за петлю и до конца ряда следующий ряд с первой спицы провязываем 8 петель теперь вот эти две дополнительные петли нам надо будет сократить поэтому мы провязываем 5 петель это у нас вторая спица теперь делаем 2 вместе провязываем с наклоном влево я их снимаю переворачиваю мне нужно их одной петлей провязать с наклоном влево провязываю а следующие две петли надо провязать с наклоном вправо и одну петлю просто провязываем вот теперь у нас снова на каждой спице по 8 петель и нужно провязать на ту длину которая у нас была на первой варежке на правой вы помните да я говорила что у меня от манжета до убавлений 50 рядов просто вяжем по прямой а потом так же как и правую варежку закрываем и провязываем пальчик то есть различия были вот именно вот в этой в этом месте остальное все так же вяжем как и правую варежку вот у нас варежки готовы и перед тем как пришить аппликацию нужно сначала варежки постирать прополоскать кондиционере чтобы каждая петля стала на свое место и немножечко пока они еще будут влажными вычислить щеткой и потом можно уже пришивать аппликацию как делать аппликацию будет ссылочка под видео если кого-то заинтересует пожалуйста смотрите ну все пока пока до новых встреч